Храп Сколько спален он превращает в камеру пыток Заставляет супругов спать в разных комнатах Он приводит к распаду семей Почему же мы храпим? Нужно ли это нам? Чтобы ответить на эти вопросы, придется заглянуть в носоглотку Я в больнице Святого Михаила, где доктор Хейт осмотрит мою носоглотку с помощью эндоскопа Мисс Персис, повернитесь Мы засунем маленький телескоп вам в нос А на мониторе вы видите дно его полости Мы движемся глубже И вот перед нами ее задняя стенка А внизу вы видите мягкое небо Похрапите Отлично Теперь еще дальше Похрапите снова Еще раз Отлично Вы видите, как небный язычок вибрирует во время храпа Храп — это звук, возникающий, когда воздух, проходя мимо разных структур в дыхательных путях, заставляет их вибрировать Мы видели, как в моей носоглотке дрожало мягкое небо Вибрировать могут также язык и миндалины Но почему это происходит? Именно когда мы спим Когда мы спим, мышцы расслаблены И все более дряблые Когда мы бодрствуем, напряжение мышц гасит вибрации Алкоголь, снотворное И даже старость также снижают мышечный тонус А значит, способствуют вибрации Ну что, вы готовы взглянуть на этого страшного врага Свирепствующего по ночам в спальне всего мира? Отчаявшись, жена толкает храпящего мужа в бок Муж поворачивается, и храп исчезает Когда мы лежим на спине Язык и прочие ткани сдвигаются вниз Проход для воздуха сужается Он движется по нему быстрее, создавая больше вибраций и шума Если повернуться на бок, ткани освобождают проход для воздуха Это ослабляет вибрации и храп Хорошо, теперь ложитесь на спину Все это дрожание и хлопанье тканей в наших глотках Создает много шума Но достаточно ли его, чтобы рухнул брак? В лаборатории изучения сна больницы Святого Михаила ищут на это ответ Засыпайте Итак, какой же график здесь отображает громкость храпа? Вот этот Пациент громко храпит? Сейчас громкость около 80 децибел Это типично? Если храп мешает, то да У большинства людей с такими жалобами Его громкость примерно 70-80 децибел 80 децибел Это много? Чтобы это понять, я взяла портативный шумомер На нем сейчас 80 децибел Значит, лечь спать рядом с храпуном Все равно, что пытаться заснуть под эту музыку Мужчины всегда считались самыми страшными храпунами И наука подтверждает их дурную славу Что же заставляет их храпеть сильнее женщин? Вспомним, храп — это звук, возникающий, когда воздух, обтекая мягкие ткани дыхательных путей, заставляет их вибрировать, как нитки на вентиляторе Наука считает, что женские гормоны, эстрогены и прогестерон не дают тканям расслабляться, тем самым затрудняя вибрацию Если эти женские гормоны ввести мужчине, храп утихает А многие женщины храпят сильнее, достигнув менопаузы Когда половых гормонов больше не образуется Шум — не единственная проблема при храпе Этот спящий пациент страдает от самой тяжелой его формы Мышцы глотки расслабляются так сильно, что она перекрывается и не дает спящему дышать Обычно он при этом просыпается, и этот пациент продышится, заснет, и все повторится снова У него тяжелое удушье бывает от 5 до 60 раз за ночь Заснет, задохнется, проснется, заснет, задохнется, проснется Организм при этом испытывает стресс и нехватку кислорода Это может вызвать расстройство и во время водорствования Перепады настроения, потерю памяти, повышение кровяного давления Люди боролись с храпом разными способами Лекарствами Будильниками Прищепками на нос Намордниками Особыми подушками И даже пришивали теннисный мячик на спинку пижамы, чтобы храпун спал на боку Но прежде чем испробовать эти средства Вспомните, глотка всего лишь одна из частей нашего организма Если портите ее сигаретами, алкоголем, недостатком движения Она разжирит и ослабнет И тогда уже никакое приспособление не спасет от храпа Правда, всегда есть самое простое средство Оно вас не подведет